Всем привет, дорогие мои! С вами Лиза Трипскит, и я по вам очень соскучилась, несмотря на то, что вы видели меня, наверное, последний раз три дня назад. Я хотела снять видео о самых милых пизделушках, которые у меня есть, но я посчитала свои пизделушки и поняла, что их не так уж много. Поэтому ведь в этом видео я расскажу вам о своей новой работе, ведь в одном из предыдущих своих видео я рассказывала о том, что я нашла новую работу и об основных отличиях, на мой взгляд, в работе в России и в Англии. И многие из вас попросили мне рассказать о том, как же я нашла свою новую работу, как проходили собеседования и отвечу на все вопросы, которые вы мне задавали. И так, если вы смотрите меня давно, вы знаете, что в июле прошлого года я переехала в Лондон, и буквально через два дня после переезда я нашла работу. На ней я проработала всего лишь два месяца, потому что у меня есть одно видео, которое, может быть, вы уже смотрели. Я оставлю ссылку под описанием, то есть я не стала ждать, когда я найду новую работу, я просто ушла оттуда и все. Потому что я не могла там находиться. Для меня это было ужасно. Я пошла с этой работой в конце сентября 2017 года. И, как вы уже знаете, я вышла на работу 8 января 2018 года. Я подала за все это время на примерно, может быть, 600, 700 или даже 800 вакансий. В одно время, когда мне было очень грустно, я думала, что я ничего не найду. Я подавала на просто все вакансии в маркетинге, которые я видела. И, честно говоря, как потом оказалось, что многие из этих вакансий вообще не существовали. Они были созданы рекрутерами для того, чтобы посмотреть рынок. То есть посмотреть кандидатов и набрать себе пул кандидатов на будущие вакансии. То есть рекрутеры делают такое, и это, конечно, не самая лучшая практика. Но с этим ничего не поделаешь, так они работают. Я сходила примерно за все это время лишь на 10 собеседований в компании. Потому что были компании, которыми я сама сразу отказывала. Потому что, узнав, где они находятся. Допустим, компания находилась где-то далеко за Лондоном. Мне в одну сторону было бы ехать 2,5 часа. Естественно, для меня это не было вариантом. И сама вакансия была не такая уж интересная. И зарплата была невысокая. Я расскажу вам немножко о себе, чтобы вы знали, какие исходные данные у меня. То есть мне не нужно разрешение на работу. У меня муж гражданин Европейского Союза. У меня карточка резидента жены Европейского Союза. И я могу без физи работать на территории Великобритании. Я говорю на 4 языках. Свободно говорю, естественно, на английском. Мой родной язык русский. Хорошо говорю по-немецки. И немножко говорю на испанском языке. У меня 3 диплома, 2 из которых с отличием. То есть это диплом бакалавра по экономике, диплом специалиста по специальности международной бизнеса. Закончила Эдинбургский университет. То есть магистратура Эдинбургского университета по специальности маркетинг. Эдинбургский университет находится на 18-м мире в списке. Но бизнес-школы Эдинбургского университета не настолько сильно котируются в Великобритании. У меня также примерно 2 года опыта работы в специальности digital маркетинг. Я работала в хорошей компании в России. Где-то год и 3 месяца. И остальное время, то есть где-то 7 месяцев я работала полное время на своим личным проектах. Именно поэтому в Великобритании я искала вакансии по digital маркетингу. Digital Marketing Executive и Digital Marketing Manager. За поиск работы в Великобритании, поиск второй своей работы в Великобритании у меня занял 3,5 месяца, что достаточно много. Этот период был достаточно тяжелым в моей жизни, потому что зарплаты мужа не хватало на комфортное проживание в Лондоне. Несмотря на то, что зарплата у него выше, чем у меня, и он работает программистом, мы снимали достаточно дорогую квартиру. Снимать квартиру в Лондоне, особенно в Центральном Лондоне, даже не в самом лучшем районе, в котором мы живем, все равно очень дорого. То есть фактически 1900 фунтов в месяц уходит только на квартиру. И налоги здесь также очень высокие. Поэтому за 3,5 месяца, которые я искала работу, надо сказать, что я искала работу не все 3,5 месяца. То есть последний месяц я ожидала результат проверки компании, которая мне сделала уже предложение о работе. То есть фактически, да, допустим, фактически поиск работы у меня занял 2,5 месяца. За эти 2,5 месяца я, честно говоря, уже успела отчаяться 2 раза, потом снова воспрянуть духом, потом снова отчаяться. Сильно фильтровала рекрутеров, то есть они, естественно, вот звонки рекрутеров были самыми разочаровывающими. Ты подаешь заявки на работу, ты сидишь, когда раздается звонок на телефоне, ты смотришь в ожидании, телефонный номер, ты думаешь, наконец-таки звонят из компании моей мечты. Поднимаешь трубку, а там, типа, здравствуйте, я занимаюсь, я рекрутер, меня заинтересовало ваше резюме. У меня, возможно, есть 3 подходящие для вас позиции, которые мне совсем не подходили. Я не знаю, почему они показались им подходящими и в таком плане. За все 3,5 месяца у меня было где-то всего лишь примерно 10 интервью в офисах, да, до которых я дошла, из которых, допустим, 3 закончились предложениями о работе, 3, нет, 4 закончились предложениями о работе, 3 из них я отказала сама и 1 вот пришло из компании в начале декабря, и я согласилась. Почему я отказывалась от компании? Либо у компании был очень низкий рейтинг. Дело в том, что в Великобритании есть такой сайт, называется Glassdoor.uk, я оставлю ссылку под описанием этого видео. И на этом сайте работники пишут отзывы о компаниях, в которых они либо работали, либо работают, либо проходили собеседование. То есть эти отзывы, в принципе, наверное, в 90% случаев честные. И вот у этой компании, которая мне сделала оффер, отзыв, рейтинг был где-то 2,5 из 5, и все сотрудники не рекомендовали там работать по той или иной причине. И я думала, что поскольку мне нужно в этой компании проработать как минимум год или два, чтобы у меня не было такого, что в резюме я меняю работу каждый, не знаю, каждый год, что очень плохо для карьеры, я считаю, что, наверное, в такой компании я и не проработаю год, то есть я опять себе угроблю просто свое резюме. Другая компания просто работала в том бизнесе, в котором я не хочу работать, то есть я не хочу делать ничего, связанное с рекламой казино, потому что я вообще не одобряю эту сферу. И третья компания была маленьким стартапом, где владелец был индусом, и эта компания производила трекеры для собак, и я не хотела наступать на грабли и делать еще одну очередную ошибку, тем более он мне показался немножко странным человеком, вот правда реально ввел себя очень странно, и я решила на всякий случай отказаться, потому что не хотела потом через, не знаю, две недели опять начинать искать новую работу, потому что на самом деле нужно было послушать свой внутренний голос и сразу от этого отказываться. Что касается той работы, да, где я сейчас работаю, как это все происходило? Как я вам уже сказала в предыдущем видео, компания большая. Чем меня подкупила эта компания? Тем, что она в индустрии, которой мне очень нравится, travel, то есть путешествия, и это большая компания, в которой работает больше 20 тысяч человек по всему миру. В Лондоне находится генеральный европейский офис, и почему же я хотела работать в этой компании? Именно потому, что компания занимала лидирующие места в рейтинге, в числе лучших компаний для работы в Лондоне. Как же я туда попала? Сейчас вам все расскажу. Первый этап – это посылать свое резюме в компанию. Я нашла вакансию на LinkedIn. Через примерно полторы-две недели мне позвонили из отдела персонала, и это было первоначальное интервью, то есть самая-самая-самая первая ступень. Отдела персонала спрашивала у меня о том, где я раньше работала вообще, какая у меня ситуация, есть ли у меня виза для работы в Великобритании, что я ищу, работаю ли я сейчас где-то. Спрашивали просто о том, где я хотела бы в идеале работать, и чем меня, в принципе, привлекла компания и вакансия. Через два буквально дня мне сообщили, что я перехожу на следующий этап собеседования, а именно разговор с моей будущей начальницей. Это было телефонное интервью, которое должно было произойти где-то через полторы недели, с того момента, как мне подтвердили то, что я прошла на следующий этап, то есть после первого интервью с отделом персонала. Мне сказали посмотреть профиль в LinkedIn этой начальнице, чтобы какое-то собрать представление о ней. То есть мне назвали ее имя и даже прислали ссылку, да, как ее найти в LinkedIn. То есть в интервью я делала упор на то, что я статистику изучала в университете, у меня было несколько курсов со статистикой. То есть я занимаюсь аналитикой для своего собственного проекта, то есть у меня есть опыт в аналитике, я хорошо разбираюсь в цифрах, я могу угадывать тренды и так далее. То есть, на мой взгляд, это произвело на нее хорошее впечатление. Она также задавала какие-то ситуационные вопросы, то есть вопросы, кейсы о том, допустим, что хорошее я сделала в своей предыдущей работе, что помогло компании сильно вырасти. Вас также могут спросить о том, например, что вам не удалось, и что вы бы хотели сделать, допустим, по-другому, если бы у вас была возможность. В этом случае такие вопросы нужно продумывать заранее, да, и придумать на более нейтральный ответ, который вас представит в лучшем свете. Примерно через три дня после этого телефонного интервью мне подтвердили, что я прошла на следующий этап. Следующий этап был интервью с четырьмя людьми, не сразу, а по отдельности. То есть это интервью было назначено еще через полторы недели, с того момента, как я прошла телефонное интервью. И как оказалось, я была самым первым человеком, которого они вообще собеседовали. И поэтому все были еще такие отдохнувшие, неуставшие, незамыленные. И мне опять же прислали профили четырех людей, которые должны были меня собеседовать. И опять же посмотрела их в соцсетях и в LinkedIn. И составила какое-то небольшое представление о том, какими они являются людьми. И это интервью было самым сложным интервью в моей жизни. Именно потому, что оно продлилось четыре часа. И все эти четыре часа я держала себя в нереальном, в очень сильном напряжении. Почему я держала себя в напряжении? Дело в том, что я боялась сказать что-то глупое. Я боялась, что у меня просто вырвется что-то. Дело в том, что моя позиция была не самой обычной позицией. То есть у меня позиция была на год. И она совмещала в себе три разных вакансии. То есть имейл, маркетинг, аккаунт, менеджмент. И 40% этой работы это было именно отдел кормесции и аналитики. И поэтому я должна была работать с тремя разными менеджерами. И с моей начальницей. На мой взгляд, достаточно сложно понравиться всем людям, которые тебя собеседуют. То есть всем четырем людям. Поэтому я старалась быть наиболее нейтральной. То есть не показывать какие-то стороны своего характера, которые могут понравиться каким-то одним людям. Или не понравиться каким-то другим. Какие вопросы мне задавали? Каждый из этих людей задавал вопрос о том, чем я сейчас занимаюсь. Чем я раньше занималась. Рассказать о своей предыдущей работе. И в основном все люди занимались каким-то конкретным направлением. И они спрашивали о моем опыте именно в этом конкретном направлении. В этой вакансии требовался немецкий язык. Он был необязательным, но желательным. И это было большим плюсом, что я говорю на немецком языке. Несмотря на это, конечно, моего немецкого не совсем достаточно, чтобы разговаривать с носителями по телефону на бизнес-темы. Поэтому я сейчас с ними в основном разговариваю на английском языке. Также меня спрашивали всякие ситуационные вопросы. Допустим, придумайте какую-то ситуацию, в которой вы поступили не так, как хотели поступить. И если бы вы могли перенестись во времени, как бы вы поступили бы, зная, что вы могли поступить лучше. Или рассказать о своих успехах на работе. Были люди, которые спрашивали на конкретные кейсы. Допустим, если компания продает авиабилеты в какой-то стране, вы приходите на работу, смотрите отчет, и вы понимаете, что в Германии на этой неделе было продано на 30% меньше билетов, чем на прошлой неделе. Назовите все причины, экономические, политические, не знаю, бизнес-причины. То есть это интервью было достаточно сложным, да, оно было длительным. То есть это было 4 часа, было 2 интервью просто нон-стоп с двумя разными людьми, и перерыв на 10 минут на туалет, и еще 2 интервью. После него я вышла просто опустошенным человеком. Через несколько дней мне прислал фидбэк. И час сказала, что она собрала фидбэк с каждого из участников интервью. Каждый из участников интервью, кстати, должен после интервью заполнить 2 листка А4 с информацией обо мне. То есть как они меня оценивают, как я себя показала в разных тех или иных аспектах. Так вот, отдел персонала уже собрал с них эти листки. Весь фидбэк обо мне был очень положительный. Но сказать результат они мне смогут только через несколько недель, потому что они должны проинтервьюировать как минимум какое-то количество необходимых кандидатов, чтобы сделать решение по этой вакансии. Для меня это было откровением, потому что я считала, что если я хорошо себя показала на интервью, неважно, сколько еще будет или было кандидатов, мне смогут сделать предложение сразу. Но нет, в таких больших компаниях, как вот эта конкретная компания, процесс именно вот такой. То есть вас могут заставить ждать несколько недель или даже месяцев, и смогут вам дать решение только через какое-то время. В моем случае в итоге я прождала полтора месяца. Спустя, допустим, месяц у меня уже просто пропала даже самая небольшая надежда, что мне сделают предложение, несмотря на то, что я написала HR-департменту еще парочку раз и спросила, какой статус моей заявки. Мне сказали, что все еще интервьюируют кандидатов, а потом мне написали, что вот сейчас будет интервью с последним кандидатом, и после этого будет неделя, в течение которой они будут решать, кому они сделают предложение. Поскольку я была самым первым человеком, которым они собеседовали, и после меня было еще, не знаю, человек 10, я считала, что они меня точно забыли, и в таком случае вряд ли мне сделают какое-то предложение, поэтому у меня не было надежды. Но, тем не менее, 3 декабря мне позвонили и сделали предложение о работе, и причем дали зарплату где-то 25-30% выше зарплаты, которую я запрашивала, то есть выше зарплаты, последней зарплаты, которая у меня была, что для меня было неожиданностью, потому что обычно всегда запрашиваешь больше, и тебе дают меньше. Затем я целый месяц проходила проверку, которой занималась компания, которая находится в Америке, они именно аутсорсят этой компании ваши данные, и они уже конкретно вас проверяют, действительно ли вы работали там, где вы указали в резюме, действительно ли вы закончили эти учебные заведения, действительно ли у вас нет никаких criminal records, действительно ли вы не преступник, и у вас нет какой-то уголовной административной ответственности. То есть, как вы видите, уже прошло более одного месяца с того момента, как я стала там работать, конечно, в работе есть свои плюсы, свои минусы. Итак, надеюсь, вам было интересно смотреть о моем процессе поиска работы и о том, как проходило собеседование в эту компанию. Это, честно говоря, не всегда так сложно проходит собеседование, обычно в большие компании всегда сложно попасть, в компании поменьше, там и бюрократический процесс поменьше, и все побыстрее происходит. Но я, опять же, не хотела рисковать, и поэтому я хотела работать в компании, в которой я точно продержусь как минимум год. В этой компании мне сделали, опять же, контракт, продолжение на год, то есть у меня контракт на год, и 8 января следующего года я отправлюсь в свободное планование, если мне только не сделать предложение на постоянное устройство на работе в этой компании. Я надеюсь, что вам интересно было смотреть это видео, спасибо, что вы его посмотрели. Поделитесь своим опытом поиска работы за границей или задавайте вопросы, которые вас интересуют. Я желаю вам огромной удачи, мне кажется, у вас обязательно все получится.